Всем привет! Сегодня я вам покажу несколько интересных гаджетов для кухни. Заказал я их на сайте Алиэкспресс, все ссылочки будут в описании. Первое приспособление выглядит вот таким образом. Некая силиконовая трубка, а предназначена она для чистки чеснока. Помещаем зубчик чеснока в центр этой трубы и начинаем катать эту трубу рукой. Вытряхаем все содержимое и получаем полностью почищенный зубчик. Но как мне показалось, все-таки более эффективно крутить эту трубу прямо в обеих руках. Так чеснок очищается быстрее. Следующий гаджет выглядит очень необычно. У него есть колесики, которые можно вращать. При этом будет крутиться блок ножей. Вот так он выглядит. Привод осуществляется за счет сцепления шестеренок на колесе и блоке ножей. Ну а предназначен этот гаджет для измельчения чеснока. Помещаем его в контейнер и закрываем крышку. Затем просто катаем устройство по столу. Ножи вращаются и чеснок рубится на мелкие кусочки. После процесса измельчения снимаем верхнюю крышку и извлекаем кусочки чеснока. Сам гаджет полностью разбирается на составные элементы. Поэтому не составит большого труда его помыть. Следующий гаджет выполнен в форме ключа. Складывается впечатление, что этим ключом можно открывать двери. Но на самом деле это открывашка. Хотя дизайн довольно таки стильный и необычный. Можно носить в кармане вместе с другими ключами. Теперь я попробую открыть бутылку этим ключом. В принципе довольно таки неплохо. Ну а если вы покупаете что-то на Алиэкспресс, то наверное знаете, что продавцы часто делают фальшивые скидки. Особенно в дни распродаж. Чтобы найти настоящие скидки, советую воспользоваться расширением Алирадар. Например, я хочу купить устройство для приготовления чипсов в микроволновке. Алирадар сразу показывает, что у продавца хороший рейтинг в 89%. А вот цена на товар выросла. Но так как расширение нашло еще 27 похожих товаров, то стоит воспользоваться более выгодным предложением. Как видите, благодаря этому расширению я нашел аналогичный товар, но почти в два раза дешевле. Также вы можете нажать на кнопочку следить за ценой. И Алирадар вам сам сообщит, когда цена снизится. Просто установите Алирадар в браузер или смартфон и проверьте товары перед покупкой. Ссылочка в описании. Так выглядят следующие приспособления. Предназначено это устройство для нарезки банана. Кладем очищенный банан, и гаджет моментально нарезает его на одинаковые кусочки. Но при помощи такого резака можно шинковать не только банан, но, к примеру, еще и сосиски. У следующего гаджета очень мощная ручка. Сразу видно, что он предназначен для выполнения какой-то не особо легкой работы. Металлическая часть внутри пустая и открывается. А служит этот гаджет для удаления сердцевины с семечками из яблок. Давайте посмотрим, как это происходит. Вставляем гаджет в центр яблока, немного покрутим и вынимаем. Извлекаем сердцевину с семечками и получаем яблоко с отверстием по центру. Особенно удобно чистить яблоки таким образом, если варить из них компот. Яблоки при этом остаются целыми, но уже без семечек внутри. Ну или можно просто порезать яблока на дольки. Следующий гаджет это нож для фигурной нарезки. Причем он заточен и довольно-таки острый. Предназначен он для нарезки картофеля. После того, как мы его нарезали, можно получить рифленую соломку. Обжарив соломку в растительном масле, получаем необычный, но очень аппетитный картофель фри. За счет того, что у ножа широкое лезвие, им удобно нарезать картошку на тоненькие рифленые ломтики. Обжарив эти ломтики в масле, мы получаем отличные рифленые чипсы. Но кроме картошки таким ножом, можно еще порезать, к примеру, морковку. Такая морковка отлично подойдет для супа или овощного рагу. А если ее еще порезать, то получится отличная рифленая соломка, например, для салата. Аналогично можно порезать огурец. Колбасу, кстати, тоже можно порезать этим ножом. Теперь ломтики выглядят еще более аппетитными. И можно сделать с такой колбасой, например, красивый бутерброд. Для этого понадобится нарезка хлеба и сливочный сыр. Намазываем сыр на хлеб. Сверху еще можно положить листочки хрустящего салата. Кладем огурцы и затем колбасу. Еще можно сразу же на листья салата положить колбасу. А на колбасу уже положим огурцы. Думаю, такие бутерброды отлично украсят любой праздничный стол. Это следующий гаджет. У него по бокам есть кнопки, нажимая на которые из гаджета выезжают лезвия. Используется эта штука для того, чтобы убрать верхнюю часть скорлупы у яйца, сваренного в смятку. Острые зубья пробивают скорлупу по кругу. Теперь скорлупу можно легко убрать. И получаем вполне симпатичное яйцо, которое удобно кушать ложечкой. Друзья, а какой из гаджетов вам больше всего понравился? Напишите в комментариях. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!